Что вы будете делать, если в вашем дачном поселке нет ни воды, ни электричества? Есть несколько путей решения проблем. Могилевчанин Артем Барановский сам построил на участке солнечные батареи и установил ветряк. Нет, мы не призываем всех создавать собственный наутилус. Но все же, знайте, есть люди, которые на это способны. С изобретателем его умным домом, где все работает на энергии ветра и солнца, познакомилась Екатерина Булукова. Свою цивилизацию на брошенном клочке земли Артем создавал сам. Это садовое товарищество Филатова. Из 300 когда-то жилых дачных домов здесь осталось меньше десятка. Коммуникации, газ, вода и электричество сюда так и не дошли. Поселок опустел. Больше года назад Артем с семьей, стремясь к уединению, купили здесь участок. Проблемы электрификации решали в прямом смысле слова своими руками. То есть планировал изначально делать ветрогенератор, но, скажем, технически мне было проще сделать солнечные панели. За зиму я собрал сборку панелей, весной уже установил инвертор и получается панели уже летом с прошлого лета работают, то есть уже практически год. Три последовательно подключенные батареи дают вкупе 60 вольт. Энергия от накопителя конвертируется в стандартное 220. Но это для знатоков. Для обывателей другая цифра. В месяц солнце вырабатывает 75 киловатт. Этого достаточно, чтобы не отказывая себе ни в чем проводить дачные выходные. К слову, воду Артем тоже добывает с помощью солнца. Здесь стоит глубинный насос. Ну, потребляет он немного. Я собрал насосную станцию, то есть как бы все это залил. Вода не замерзает зимой, то есть водой можно пользоваться круглогодично. Ну вот как выглядит. Насос включился, мы видим потребление, то есть как бы 20 ампер. Это 500 ватт потребляет насос. То есть если, например, включить во всем доме электричество, так, чтобы вы понимали. Вот, на данный момент вот 5, почти 6 ампер, то есть это 125 ватт. Да, это мы максимально включили все, даже на улице освещение включили. Класс. Горячая прям. Чтобы нагреть воду, проточный газовый нагреватель Артем переоборудовал на пропан. Горячая вода есть всегда, а баллона хватает на 4 месяца. Это и экономно, и удобно. Облегчились и хлопоты по хозяйству. Я вообще очень рада, что он это все изобрел, создал такой чудесный дом. У нас есть здесь горячая вода, у нас есть здесь электричество, у нас здесь есть душ, туалет. Учитывая то, что у нас двое детей, нам, в принципе, всего хватает. В своем умном доме семья Барановских отдыхает от шума города и строит планы на будущее. В ближайших из них холодильник, для которого необходимо немного больше энергии. Ее Артем будет брать из ветра. Ну вот, получается, то, что показывает ваттметр, сейчас я с него смог снять 75 ватт, 3 ампера. Но я рассчитывал на 100 ватт, но немножечко не угадал. Но это первый ветряк, то есть, как бы, в любом случае... На холодильник хватит? На холодильник, да. Это лето семья планирует провести в своем умном доме, а в будущем и вовсе переехать за город. А нам остается пожелать им попутного ветра и яркого солнца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok